Всем доброе утро, дорогие мои девочки, мальчики. Попьем со мной кофейку. Я хочу сказать, что вчера читала комментарии, как говорится, насмеялась вдоволь насчет печенки. Ой, куда, говорит, печень потащила? Да, я в одном. Извините, пожалуйста. Я в одном видео говорила, да, что хочу сделать снова проект экономного меню. Немножко я переиграла. Вот, печень вот так съедим. Правильно сказали, половинка есть еще. Может, из нее что-нибудь придумаем. Я здесь посидела, посоставляла меню. Новогодние экономные блюда. Будут выходить. Все-таки преддверия Нового года. Ну и, конечно же, мы хотели с вами поговорить о меню. И я хочу вам сказать, что я буду готовить, что мы будем готовить на Новый год. Сейчас я вам оглашу свой список. Найду еще. Девочки, мальчики, пишите мне, что вы готовите. Вот. У меня ремонт продолжается. Вроде немножечко это самое... Порядок тут навела. Но в туалете я говорила, что у нас Леша сейчас освободился. Там он опять... Этот инструмент стоит. Вот. В туалете доделываем. В общем, сейчас... Кипяток. Сейчас я вам скажу, что я буду готовить для своей семьи. Готовить буду я. Вот. Мы с вами будем готовить. Я буду вам... Когда буду готовить, все равно буду показывать. А сейчас у меня немножко пойдут такие рецепты, как идейка на праздничный стол. Я начала уже покупать... Делаю подарочки для своих внуков. Вот. Я выделяю им по 500 рублей. И... Делаю сама сладкие подарочки. Вот. Нашла меню. Ну, может быть, что-то изменится. Может быть. Конечно же, каждая хозяйка делает то, что мы любим. Я раньше, когда... Как говорится... Интернет появился. Много делала новинок. Вот. Что-то... У нас этот рецепт остался. Какой-то не остался. И очень много, конечно, не съедалось. Вот. А сейчас, конечно, стараемся... Я спрашиваю девчонок, что будем готовить. Чтобы... Ну, как говорится, поели от души. Правильно? Вот. Большой тоже делать. У меня как получается. До 11 часов... До 11. Мы сидим у нас. Потом все уходят. И мы с мужем остаемся вдвоем. Потому что у каждого своя, как говорится, своя семья. Они встречаются с друзьями. В общем, как-то так. Вот. Так, значит, начнем с салатов. Сель под шубой. Я ее делаю только на Новый год. Вот, девчонки. Сель под шубой. У меня, значит, Саша мой не ест. Миша не ест. В общем, кто у нас ест? Дочки едят. Зятилья едят. Я съем немножечко. В общем, сель под шубой я делаю раз в год. И, как говорится, соскучимся и хорошо ее покушаем. У меня вообще не любители салатов. Как бы я много не делаю. Два салатика. Салат Муравейник. Он у меня есть на канале. Это с картофельной соломкой, с курицей, с овощами. Вот этот салат едят все. Вот все едят. В том году я его делала. И тарелка была пустая. Кому, значит, хочется узнать про Муравейник, я вам скину ссылочку. Вроде у меня есть он. Так, значит, дальше. Бутерброды. Бутерброды мы делаем с красной икрой. Баночку я купила. Вот, икру у меня все любят, кроме моего мужа. И у меня перестал есть Миша. Он раньше ел. Сейчас он перестал ее есть. Говорит, будто бы вот у него на икру высыпает. Со шпротиками. Ну, бутербродиков там потом, как говорится, когда подходит, да, время, и начинаешь это, как говорится, соображать. Вот. Горячие бутерброды. Бутерброды вообще идут хорошо. Сразу скажу, из выпивки у нас ничего такого мы никто не пьем. Ну, как зетевьям, я беру чекушечку. Чекушечку или водки, или там коньяк бывает. Или они сами свое приносят. Так что у нас много никто, как говорится, не пьют. Мы с Сашей вообще не пьем. Вот. Дети тоже не пьют. Катерину я вот тоже не видела никогда, чтобы она это самое, хоть при мне что-то бы сделала глоток. Нет. Настя, старшая дочка, да, может, стопочку выпьет. В общем, вот как-то так. Значит, бутербродики. Да, бутербродики. Там и горячие бутербродики. Ну, и, конечно же, обычно у нас с красной икрой. И с форелью. Я уже тоже начала покупать продукты. Продукты можно уже покупать в баночках. Смотреть, конечно же, срок годности. Им ничего не будет. И знаете, я скажу, что вот всё равно перед Новым годом всё подпрыгивает и выкидывают то, что у них не идёт, что они не могут продать. Я заметила это. Я вот сейчас не могу вспомнить, что я тогда перед самым Новым годом искала. Вот. Значит, так, чё? Нарезка. Нарезка тоже у меня любят сырокопчёные, колбаски, грудинки, бекончики, мясная нарезка. Вот эта скумбрия пряного посола. Очень вкусная. Можно и селёдочку засолить так. Из неё и приготовить можно. Это вообще объедение. Так. Потом что значит у нас ещё? Так, так, так. А, и как бы я делаю курицу. Или курицу, но чаще всего крылышки и голень. Ребята любят больше голени. Я вот, например, больше крылышки люблю. В общем, это у нас будет в духовке просто пожарим с приправками. Это её тоже как закуска, в принципе. Вот. На горячей у нас будут манты. все их у нас любят, кроме моего мужа. Может, всё-таки я его уговорю попробовать. Вот не пробовал даже. На горячей у нас будут манты. Так. Ну, вот здесь вот рыба с луком. Может, скубрию сделаю. Картошечку отварим или запечём. Вот. Нарезка, конечно, свежих овощей. Свои соленья. Маринованные грибочки. Так. Купим мандарин. Так. Что ещё здесь? Газ, вода, сок, компоты свои. Так, так, так. Мандарины. Манты. В принципе, и всё. Да. В принципе, всё. Торт мы хотим сделать медовый. Тоже давно его не делали. Всё тут. Всё я тут это самое. Новые торты пыталась как бы печь. В общем, заказали медовый. У меня внучка старшая медовый любит. Она другие не ест. Так что сделаем медовый. Ну, ещё, может, что-нибудь испеку. Так. Дальше что у нас? А, да. И хочу я из новинок сделать слоёный закусочный торт. Вот. Первый раз мне очень... Я увидела в интернете. Мне очень понравился. Ну, в смысле, что туда входит, как он выглядит. Вот его я хочу попробовать. А так, для идей, конечно, тарталетки. Вот. Забыла. Тарталетки. Маленькие я беру. И вот творожный сыр или сливочный сыр. Там с икрой, с рыбкой. Тоже, как бы, очень хорошо. Вот, что у меня будет на Новый год. Это уже точно. Два салата. Сель под шубой и муравейник. Вот это вот уже точно будет. Всё. Мы определились. Манты тоже очень выгодно, вкусно. Немного идёт на манты, а получается много и сытно. Вот. Пишите, что вы будете готовить. Каждый готовит на свой вкус. Ну, а так я выпущу небольшую, небольшую серию праздничных блюд. Что смогу, сниму, покажу. Ну, и всё пока. Вот. Такое, такое меню будет. Ну, вот в чаю постряпала песочный пирог с вареньем. Сейчас остынет и будем пить чай. Ой. Всё. Все у меня разошлись. Лёша был, да. От... Что осталось от нашего пирога? Ой, девчонки, очень вкусные. Я уже говорила, песочное тесто на желтках тает во рту. Повидло дает мякоть. Вы знаете, вот корзиночки песочные туда немножко ложится повидло, любое джем, повидло. и потом можно сверху сделать крем белково-заварной. Можно и сливок сделать. Короче, красота. Вообще, я люблю песочное тесто. Обалденно. Хоть губами. некогда было показать, потому что здесь жужжали, пищали. Ну, ремонт делают. на этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо. Девчонки, переходите на цен, пожалуйста. У меня там копеечка начала капать, небольшая. конечно, небольшая, ну что, 40 просмотров, 40 просмотров, ну что там. Вот. Ну, тут что-то появилось, даже 12 рублей. Девочки, это большой труд снимать видео. Ммм. Кто снимает, знает. Да, я скажу это пять. Чё жуёшь? А вот ведь правда, вы в столовую приходите, садитесь за стол и мы кушаем. Чё тут такого-то? Не знаю. Не знаю, что тут такого. наливайте тоже чай и вместе со мной за одним. В столовую то приходите, садятся за одним столом и все кушают. Ничего тут такого, я не знаю. Говорят, неприлично. Почему неприлично-то? Еда это что? Что-то такое позорное, что ли? Я ничего не пойму. Ну, может быть, я не понимаю чё-то. Вот. Пишите на Дзене, девчонки, можно фотографии. хотя я сама ещё не умею. Надо посмотреть, как делается. Там фотографии выкладывать можно. Салатик сделали, сфотографировали мне. мне-то зачем в принципе. Я же показываю вам видео, вот, а вы мне можете сфотографировать, показать. Я буду очень даже довольно рада. На улице мне вот тут девчонки некоторые это скидывали, и тортик скидывали, и на улице. какой снег у нас всё растаяло. Всё растаяло. В общем, такая болтушка у меня получилась с вами пообщаться. Только что себя не показываешь. Вот. Я тут немножко обросла. Жду, жду. Жду. Своего момента до ремонта. Ой, сами знаете, надо и приготовить, надо и видео снять, и надо грязь убрать. В общем, такие вот дела. Так что всем пока-пока, всем огромное спасибо. Девочки, мальчики, поддержите меня на дзене. Уже многие перешли туда. Я всем очень благодарна. Всем-всем очень благодарна. Мне очень приятно за добрые такие пожелания, такие комментарии душевные девчонки. Прямо вы молодцы вы у меня. Молодцы. Так что давайте пойдемте все на дзен. А копеечку буду получать. У меня и видео интереснее будут. А что, не так что ли? Так. Конечно, я бы сняла, красиво украсила. Сервировочную бы салфеточку купить. для украшения бы купить. Конечно, я это не буду покупать, тратить деньги, потому что у меня нет этих лишних денег. А когда я буду там какую-то копеечку получать, это хорошо. Это будет и для развития канала. Вот. Так что поддерживайте меня. Все. Я с вами на этом прощаюсь. всем пока-пока.